И вот космический корабль построен. Теперь предстояло научить его летать. Эту задачу решали специалисты Летно-Исследовательского института имени Громова и экспериментального машиностроительного завода имени Месищева. Специалисты ЛИИ разработали алгоритм системы управления урана на атмосферном участке полета, а специалисты МСЭ обеспечили проведение летных испытаний атмосферного аналога урана. Слово предоставляется генеральному директору Летно-Исследовательского института имени Громова кандидату технических наук Евгению Юрьевичу Пушкарскому. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие ветераны. Событие 30-летней давности, по поводу которого мы сегодня собрались в этом зале, оно является венцом грандиозного авиационно-космического проекта нашей страны. Действительно, над этим проектом фактически работала вся страна. Более 100 опытно-конструкторских бюро, научно-исследовательские организации, институты, испытательные полигоны, воинские части, строители. Наши ученые достигли потрясающих результатов в этом проекте. А самое главное, этот проект до сих пор остается для нас примером того, как нужно организовать эффективно работу на конечный результат в достаточно сжатые сроки. Летно-Исследовательский институт действительно очень активно участвовал в этом проекте. И сегодня уже Владимир Яковлевич говорил на этой сцене. В первую очередь в ЛИИ были разработаны модели, летающие модели, которые были изготовлены в ЛИИ, испытаны. С использованием этих моделей были оценены основные технологии «Бурана», которые впоследствии были реализованы в самом корабле. Кроме этого, в Летно-Исследовательском институте был создан специальный отряд летчиков-испытателей, которым руководил Игорь Петрович Волк. Так вот, этот отряд летчиков-испытателей, он как раз и готовился к пилотируемому полету на «Буране». Но, кроме этого, этот отряд занимался и тем, что он отрабатывал систему управления «Бурана» на летающих лабораториях ЛИИ. А это был целый ряд летающих лабораторий, которые созданы на базе самолета Ту-154, МиГ-25, Ту-134 и еще многие-многие другие летающие лаборатории. Да, действительно, первый полет «Бурана» оказался единственным. Но, как поется в песне, ничто на земле не проходит бесследно. И действительно, многие идеи «Бурана» впоследствии были воплощены в других опросах авиационной техники, но кое-что и осталось нереализованным. Я хочу сказать слова огромной благодарности всем тем, кто в те годы сделали все для того, чтобы создать такой задел, который сегодня еще никто не реализовал. Спасибо вам большое, дорогие ветераны, за эту работу и за то, что вы оставили для нас пример, как нужно эффективно быстро работать на конечный результат. А всем нам я хочу пожелать, единственное тем, кто работает в авиационно-космической отрасли, много-много-много большой, интересной и сложной работы. Здоровья вам, удачи, всего самого доброго. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ